...базовая университетная практика, которая будет представлена, и мы постараемся ознакомиться в этом курсе, кому-то вспомнившись, кому-то можно изучить, кому-то уже узнать. И мне кажется, что эта практика измерения, она вообще, не считая, что базовая, она очень мало, к малому дисциплину считается же предательным набором. То есть, наше социально-функциональное образование, там вот и психологи, наверное, немножко социологи, и все равно все. А, в общем, все, кто имеет дело, как-то с обществом, процессами, будними данными или еще чем-то таким, имеет дело с цифрами, данными, и мы им настолько легко пользуемся, в общем, забывая о том, что мы когда-то эти цифры присваиваем чему-то, а потом должны обратно проинтерпретировать то, что мы наприславили. И думаю, что вот такое спокойное, внимательное, углубленное разбирательство с тем, как это происходит и как это нужно делать. Да, не правда, как там какую-то просто, ну, дисциплина, конкретная тематика, не предмет, а, я не знаю, психология, психология, еще чего-то, а как принцип, да, как принцип, как способ работы с реальностью и ее оценировки, ну, скажем так, или какого-то означкования. Я думаю, что это очень важно. Поэтому представляю вам человека, я думаю, что в этой стране не так много, на самом деле, людей, которые настолько глубоко и хорошо понимают природу, социологическим, психологическим. Елена Александровна Родачева, математик, но человек, работающий с социологами и психологами всю свою осознательную профессиональную жизнь, поэтому иногда знающий и понимающий данные лучше этих самых психологов и социологов, работающий в институте социологии и, ну, в общем, там заведующий всем исследовательским аппаратом, вот это ваше зрение. И еще преподающий в быголу, да? И в наркоте. Прошу, я здесь вам. Спасибо, я так хорошо представила. Я бы сначала две-то чем-то начать, вот я вот уже вижу, вот знакомый лиц, но мне бы хотелось все-таки сначала понять, во-первых, с кем, с каким и какие науки у нас представлены, то есть какие, что вам интересно, потому что на самом деле это не только социология, психология, это и, ну, за вот это время, пока я работала, у нас были и филологи, и фольклористы, и медики, и биологи, и ботаники, и криминалисты, кого-то как не было. Но тут суть в чем, что, собственно говоря, в каждой науке шкалы чуть-чуть другие. И чтобы узнать все-таки, куда идти, в казах, по кругу, сдавать к вен, мне бы хотелось немножечко, ну, общее так, познакомиться. То есть двух социологов я вижу. Да, еще, какие у нас еще науки представлены? Филолог. Экономисты. Филолог. Филолог. Филология тут чуть-чуть посложнее, да, потому что у вас, ну, смотря какие задачи вы ставите. Есть коллеги. Нет, ну, я понимаю, но, то есть тут нужно будет смотреть для филологов чуть-чуть другой курс. Это оцикловка информации, это, ну, это тоже полезно. Ну, если вы собираетесь проводить исследования, то да. А точные науки у нас? Медико-биологические. 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 Ну, на ФПМ, то, что дают на ФПМ вот эту нормату, статистику, ее дают именно для точных наук. То есть для физиков, для химиков. Гуманитарное, к сожалению, гуманитарное статистику у нас никто не преподает. И, как я уже говорю, что вот я просто смотрю, насколько идет поток людей, которые, ну, исследователь, которые именно нужна гуманитарная статистика, что уже, мне кажется, право владеть, собственно говоря, курс за то, что филологическое имя гуманитарного математики. Потому что там совершенно другие методы, совершенно другие принципы работают, все чуть-чуть по-другому. Значит, что касается проблем, которые мы будем затрагивать, опять же, курс такого достаточно, можно варьировать, можно куда-то отклоняться, что-то смотреть. Я так думаю, что мы с вами тоже можем выбрать какое-то определенное направление, куда двигаться. То, что мне реально интересно, что действительно приносит удовлетворение при работе, это, конечно, так называемый многомерный анализ. То есть, когда анализируется не просто какой-то кусочек, один-две шкалы выбраны, а когда рассматривается весь массив целиком. И там получаются очень интересные вещи, с которыми было интересно и работать, и информация получается очень интересная. Но для того, чтобы дорасти до вот этого многомерного анализа, ну, если брать со школой, допустим, сравнивать с многомерной, анализ это уже высшая школа. А вначале нужно все-таки пройти начальную школу и базовую школу. И, опять же, исходя из этого, хотелось бы узнать, на каком уровне у вас в принципе мат. статистика. То есть, какими познаниями в этой области обладаете. То есть, с какого места можно начинать рассказывать. Ну, социологи используют практики. Ну, то есть, что это какие-то за базовый уровень, мне кажется, у нас есть. Ну, и под базовым уровнем, что я именно веду? Вообще, статистика сама по себе делится на три больших таких блока. Первый блок – это описательная статистика. Это вот все то, собственно говоря, если вы учились в университетах, в институтах, да, в курсе высшей математики, в принципе, какой-то кусочек у нас статистики дается. То есть, понятие там средняя, мода, медиана. Это как сделать группировку, как построить диаграмму. Какая диаграмма, кстати, вот диаграмма у нас, графики, вообще визуализация информации у нас почему-то вообще очень плохо дается в институтах. И, допустим, у меня у студентов есть такое задание – найти неправильные графики в периодике. И, не поверьте, с каждым годом их все становится больше и больше. То есть, студенты с таким этим так ищут. И вот едешь в метро, и прямо в метро висит красивый плакат, абсолютно безграмотный. И задаешься вопросом, ну, как, почему? Да потому что у нас никто на это не обращает внимания. Вот это вот начальная школа, это вот обычная описательная статистика. Потом начинается теория статистического выпада. То есть, это уже средняя школа, это уже перенос с вашей выборочной совокупности. Вот я уже начинаю какими-то оперировать понятиями. То есть, выборочная совокупность – это совокупность, которую вы изучаете. Не изучаете, которую вот вы опросили, собрали информацию. То есть, то, что у вас реально есть в руках. А есть генеральная совокупность – это вот большая совокупность, которую вы изучаете. То есть, допустим, мы можем опросить тысячи, социологический пример, можем опросить тысячи респондентов. То есть, человек, которого мы опросили, он называется респондентом. Вот тысячу респондентов, а хотим сказать про всю республику. Насколько это правомерно делать, когда это правомерно делать, то есть, как это, собственно говоря, делать, опросить минимум или биолога в медицинский. То есть, мы же не можем всех, допустим, больных собрать по какому-то диагнозу. Естественно, мы собираем информацию по какому-то там 100 человек, 200 человек. И хотя я знаю, что у медиков 100 человек – это уже большая выборка. То есть, очень часто у них еще меньше получается. И уже, а потом, вот, неполученную информацию перенести на всех больных с этим диагнозом. Это, вот, теория-статистический вывод, это, собственно говоря, базовое, среднее образование. А потом уже начинаются причинно-следственные, изучение причинно-следственных связей, многомерные анализы. Вот это уже интересно, это уже высшая школа. То есть, для того, чтобы понимать, какие процессы там происходят, все-таки необходимо пройти вот с самого начала. Вот. Поэтому я еще раз задаю вопрос. Какого места? Может быть, вообще лучше снизу начаться элементарно, да? Да, мы пройдем это быстрее быстрее. Так, знаете, так. Мы либо восстановим то, что вы знаете, проходя очень быстро. Если это какие-то моменты, вы хорошо знаете, значит, вы говорите, мы быстренько проскакиваем дальше. Если что-то непонятно, останавливаемся. Вот такой вариант. Ну, очень бы хотелось, конечно, все-таки добраться до многомерного анализа. Опять же, по той простой причине, что его хороших книг по многомерному анализу практически нет. По той простой причине, что с точки зрения математики это очень сложные анализы. Ну, вот на ФПМ, допустим, многомерные анализы не берутся даже. То есть не каждому математику под силу там разобраться в этих во всех хитросплестениях. Но вам это и не нужно будет. Как раз-таки я бы вам хотела показать, не объясняя вот этих всех математических тонкостей, то есть что там внутри происходит, чтобы вы могли знать, что вы можете подать на вход, а как потом как результат получить на выходе. То есть и как проинтерпретировать то, что есть. Хорошо, значит, начнем сначала и по камере будем продвигаться, ну, сколько успеем. Еще один момент, который тоже сразу хотелось бы выяснить. Социологи знают, говорят о других наук. Тот же маркетинг, тот же биологомедицинские науки, у филологов чуть-чуть по-другому, у них другие программы. Существуют пакеты, которые позволяют быстрее, конечно, можно все посчитать руками, но это все время. И когда оперируешь массивами в тысячи, в две тысячи, понятно, что считать, делать частотный анализ руками, это очень тяжело. Существует специализированная программа, которая позволяет это делать очень быстро по нажатию одной кнопочки. Ну, в частности, вот один из лучших пакетов, который именно работает с гуманитарными вот такими направлениями, там и методика специально для гуманитарных наук рассчитана. Медицина тоже входит все-таки частично туда, затрагивается. Это, конечно, СПСС. То есть, в принципе, мне кажется, что мало дать теорию, вот считайте вот так. А было бы, ну, мне так кажется, было бы еще неплохо реально показать, как же это все-таки считать, на какую кнопочку нажимать. И, исходя из этого, то есть, я бы могла, допустим, к следующему разу, ну, вот, если мы попросим проектор, да, непосредственно сразу, то есть, мы что-то проходим, я сразу вам показываю, как это сделать в СПСС и как посчитать. Если вдруг кто-то решит приобрести СПСС, значит, говорю следующее. Что лучше смотреть? На наших вот этих завалах, конечно, купить программу СПСС можно. Там она сразу обычно продается и с маскадом, и со статистикой. То есть, там много статистических различных пакетов, но каждый предназначен для своего. Допустим, статистика, она более математизированная, это все-таки более пакет для точных наук, для физиков, для химиков. А вот СПСС для гуманитарных. То есть, купить можно, старайтесь не покупать высокие версии, то есть, там версии чуть ли не две версии в год выходят. Сейчас вот уже 20-я вот уже продается. Они не сильно отличаются, то есть, у меня стоит 16-я, лично мне ее хватает более чем. Ну, естественно, как любая программа, чем более высокая версия, тем менее она доработана, тем больше проблем с ней возникает. Поэтому не гонитесь за высокими версиями. 16-я, 17-я, 18-я версия будет нормально. И еще один момент. Покупайте англоязычные версии, то есть, не берите русскоязычные. Русскоязычная версия переведена не специалистом, поэтому там настолько плохой перевод. То есть, по-русски так. Ну, допустим, понятие, которое я вам говорила, среднеарифметическое, вы сразу понимаете. В СПССе русскоязычном среднеарифметическое переведено как значение. То есть, вот пока понять, что значение... Я, допустим, когда вот работаю с русскоязычным, если на каком-то компьютере, мне сначала приходится переводить на английский, а потом уже с английского я начинаю представлять, что же это могло быть реально. И вот таких вот недочетов там очень много. Поэтому проще выучить, что на английском среднеарифметическое обозначается как мин, запомнить, чем искать, ну, вот такие соответствия, что среднеарифметическое – это значение. Ну, мне так кажется. То есть, лучше все-таки англоязычные версии. Так. Ну, это вот такое введение. Ну, собственно говоря, начинаем мы, конечно, со шкал. То есть, что такое шкалы и когда они, собственно говоря, появляются, и какие они бывают, и для чего, собственно говоря, это нужно. Так как у нас все-таки коммунитарное такое направление, я вот даже не знаю, естественно, мне проще оперировать социология, психология, политология, маркетинг. Медицинские науки, они, ну, если смотреть, как шкалы представлены, хорошо, давайте по порядку, мы просто когда мы эти шкалы пройдем, я приблизительно расскажу, в каких науках, какое соотношение, в каких шкалах присутствует. Значит, начинается все с чего? Что мы с вами хотим чего-то узнать. Причем статистика, математическая статистика начинает применяться только в тот момент, когда у нас появляется выборка. То есть, если вы делаете сплошной опрос, то, собственно, необходимости в математической статистике, как таковой, не возникает. То есть, вам достаточно сделать какую-то описательную статистику, ну, так, посчитать среднее. И если у вас две группы, вот вы сделали сплошной опрос, то есть все объекты, которые вы изучаете, вы все опросили, все собрали. И если вы эти объекты разделили на две группы, нашли какое-то минимальное различие между ними, это уже данность, все, это уже есть. То есть, необходимость применять какие-то математические методы, тут, в принципе, отсутствует. Ее не нужно как-то кому-то. А вот когда вы хотите, все-таки, опросив, получив информацию с минимальной, ну, с небольшой группы, сказать про генеральную совокупность, про все объекты, вот тогда возникает необходимость в математической статистике. То есть, необходимо вот это вот применение аппарата. А с теорией вероятности, ну, как? Возможно, если вы тоже. Немножко, да? То есть, что такое вероятность, в принципе, и не я тебе представляю. Так. Значит, вы решили провести какое-то исследование. Выбрали респондентов. Кстати, как выбирать респондентов, это тоже целая наука, она называется планирование эксперимента. И, ну, опять же, если захотите, я вам расскажу, какие бывают выборки, как выбирать, чтобы это было правильно. Нельзя, особенно в маркетинге, нельзя просто так выйти на улицу и опросить 100 человек. Если вы видите, возле Немеги, допустим, стоит, вот очень часто стоят мальчики, девочки останавливают первого попавшего и начинают задавать силу вопроса. Это абсолютно безбрамотно, это абсолютно неправильно. То, что они получают, ну, не знаю. Если бы я была заказчиком, я бы такую работу не приняла. Потому что никакой информации из этого они не получат. Они опрашивают... Нет, при условии, что если они не изучают поток людей, которые проходят в это время по Немеге, если их цель изучить поток людей в это время, проходящих в Немеге, тогда они делают правильно. Если же они хотят изучить, допустим, жителей города Нинска, то это абсолютно безграмотно. И опять закрепляю вас. Значит, вы... Если такая необходимость нужна будет, вы тогда скажете, мы уделим какое-то время именно на то, как выборки строятся, как они рассчитываются, собственно говоря, сколько человек можно опросить. Это тоже математически все рассчитывается. Сколько будет сто, это много или мало. Двести, это много или мало. А может, вам пятьдесят хватит. А может, вам и тысячи будет мало. То есть в каждом конкретном случае, под каждую конкретную задачу рассчитывается своя выборка, своего объема, своей структуры. И, собственно говоря, и опрос проводится определенным образом, исходя из того, какие цели вы приспедуете. Ну, к примеру, вы эту проблему решили. То есть вы опросили, точнее сказать, да, вы создали выборочную совокупность, опросили необходимое количество людей, и вот вам приносят анкетки. Что такое анкета? Ну, я вот сегодня... Сейчас задержу. Просто сегодня студенты как раз писали самостоятельно по типам шкал. То есть это листочек, на котором, ну, как бы в произвольной форме, на котором идет вопрос и варианты ответа. Вопрос и варианты ответа. То есть вы получаете какую-то свободную информацию. Естественно, для каждой науки вот это будет чуть-чуть свое, чуть-чуть видоизменяться. Психологи у нас есть? Я. Вы, да? Я для вас, пожалуйста. Мне вообще психологи... Вот с точки зрения математической, мат-статистики, вот как статистика, самая интересная наука – это психология. Да, да. То есть там для математика просто немоща такая работа. С социологами чуть-чуть посложнее. Кстати, с медиками тоже очень интересно. У них очень интересные шкалы, и с ними очень интересно работать. Но все-таки с психологами интереснее всего. Так, и тут возникает ситуация. Допустим, вот есть вопрос. Ну вот и начинается. Ваш пол. Ну, чаще всего все-таки с этого вопроса начиняют все. Да? Мужчина-женщина. Пока еще шкалы нет. У нас есть пока только вопрос. Вот второй вопрос. Ваш возраст. Ну, человек пишет такое-то количество лет. Или вот ваше образование. Там, выше, начальное, общее, среднее, среднее, специальное. И так далее. Вот это еще вопросы. Для того, чтобы они стали шкалами, каждому варианту ответа необходимо приписать какую-то цифру. Вот в тот момент, когда мы каждому варианту ответа приписываем определенную цифру, наш вопрос становится шкалой. Только в этом случае. Никаких буковочек, ни А, ни Б, ни С, то есть сюда не подходит. Именно цифровое представление шкалы, присвоенное число, получили шкалу. Тут возникает следующий вопрос. Не все вопросы могут стать шкалами. Допустим, различаются... Ну, госсоциологов это, конечно, не новость, но для остальных немножечко расскажем. Различают стандартизованные, полустандартизованные и нестандартизованные вопросы. Стандартизованный вопрос – это вопрос, которым варианты ответов мы даем заранее. То есть респондент не имеет возможности ничего добавить от себя. Такие вопросы, они, конечно, проще всего подаются обработке. Но мы и получаем меньше всего информации. Потому что мы задаем вопрос, мы даем варианты ответа. То есть человек или объект, который мы изучаем, он не может ничего от себя добавить. Не стандартизованный вопрос, конечно, это, значит, это вопрос, который вообще не имеет никаких вариантов ответов. То есть мы просто спрашиваем, ну, допустим, какие телеканалы вы смотрите? И не даем никаких вариантов ответов. Человек сам говорит, что он там смотрит. Или какую литературу вы предпочитаете? Или вот медики спросят, опишите свою боль, как болит, да? Вот такой вопрос стандартизовать достаточно сложно. У филологов, вот почему я и говорю, что у вас чуть-чуть другое, потому что нельзя, сложно придумать какие-то варианты ответов. То есть не стандартизованный вопрос, он обладает максимум информации. Мы получаем очень много информации. Но ее обрабатывать крайне сложно, как раз-таки за счет того, что мы не можем ее вот так вот просто оцифровать. То есть мы не можем в ту же минуту, допустим, присвоить какие-то коды. То есть существуют отдельные программы именно оцифровки, которые помогают работать, привести вот эти вот ваши открытые вопросы, нестандартизованные вот эти вопросы, к какому-то стандартному виду и потом уже с ними работать. Почему я говорю, что у лингвистов чуть-чуть по-другому. То есть им прежде, чем приступить к МАН-статистике, вам сначала придется оцифровать свою информацию. А полустандартизованный вопрос – это что-то среднее между стандартизованным и нестандартизованным. То есть даны и стандартные варианты ответов. Но в то же время, допустим, мы не уверены, что мы все учли. Или, допустим, нас интересуют только какие-то конкретные моменты, а остальные варианты нас не интересуют. Но мы не хотим решать возможности нашего респондента высказать, даст более такую обширную информацию по тому вопросу, который мы изучаем. И мы тогда вставляем небольшую пометочку «другое». И человек может написать все, что он думает по этому поводу. А дальше уже исследователь сам решает, что с этим другим делать. Либо мы просто отмечаем, что респондент сказал что-то другое. Либо мы это другое смог, в зависимости от ответов, пытаемся его перекинуть в какие-то стандартные ответы. Либо мы их обрабатываем, как обычно, открытый вопрос. То есть начинаем опять оцифровывать. То есть все зависит от исследователя. Так вот, в шкалах, ну уже из того, что я рассказала, понятно, что в шкалах обычно присутствуют стандартизованные и полустандартизованные вопросы. Чтобы работать с нестандартизованными, необходимо проводить еще процедуру стандартизации. Когда мы создаем матрицу данных, ну матрица, понятно, да? Ну, во-первых, как она создается всегда в матрице данных? Отдельный объект — это строка. Объектом может выступать кто угодно. Может быть респондент, может быть класс, если вы изучаете класс как единицу исследования. Может быть какое-то растение, которое там выросло на 20 сантиметров или на 50 сантиметров. То есть какую-то информацию создавать. Это может быть больной, ну все что угодно. Но это объектом, то, что мы изучаем, то есть вот эту единичку, это всегда у нас строка. Столбцы — это наши вопросы. Значит, вот в эту матрицу данных, матрица данных, не должно быть пустых ячеечек. То есть все ячейки должны быть заполнены. И в них должны присутствовать только цифры, то есть только шкалы мы туда вносим. Как результат, в матрицу данных мы можем вносить только стандартизованные и полустандартизованные вопросы. Нестандартизованные из матрицы данных мы пока выбираем. То есть вот сейчас мы будем рассматривать именно эти подстандартные варианты, то есть стандартизованные и полустандартизованные вопросы. Второй вариант, который возникает, наш вопрос, мы еще подразделяем на альтернативные и неальтернативные. Тоже в зависимости от того, какой тип вопроса, присутствуют различные методы обработки. К альтернативным вопросам относятся те вопросы, на которых респондент дает только один вариант ответа. Не альтернативный респондент может выбрать сколько угодно, количество вариантов ответа. Ну вот допустим, если брать панкете. Вот ваше семейное положение. Жена полуст разведет вдовец. Ну я мужской род дала, а понятно, муж еще женский. Вот как вам кажется, это будет какая шкала? Альтернативный. Один вариант ответа, другой быть не может. А вот тут вот идет, значит, что могло бы вас побудить сменить место работы. И идут варианты. Неудобный график работы, несоответствие работы моей квалификации, удаленность работы от дома, наличие конфликтов в коллективе и так далее, и так далее, и так далее. Значит, что получается? На этот вопрос нужно дать несколько вариантов ответов. То есть мы предполагаем, следовательно, он будет не альтернативный. Альтернативные вопросы в матрице данных всегда присутствуют одним столбиком. То есть в матрице данных мы выделяем один столбик на такие вопросы. Для не альтернативных вопросов мы выделяем столько столбиков, сколько у нас вариантов ответа. Вот если у нас в семейном положении альтернативный вопрос, где будет один столбик, то в вопросе, что могло бы вас побудить сменить место работы, тут вместе с другим 12 пунктов. Следовательно, у нас в матрице данных будет присутствовать 12 пунктов. Почему я так подробно рассказываю, что когда мы начинаем приписывать, шкалировать, то есть приписывать цифры с альтернативными и с неальтернативными вопросами, мы поступаем по-разному. Мы об этом чуть-чуть попозже. Так, и теперь, значит, нам нужно, вот мы разобрались, какие бывают вопросы в зависимости от стандартизации, в зависимости от альтернативной и неальтернативной, то есть количественных вариантов ответа. И теперь мы приступаем, собственно говоря, к самой процедуре шкалирования, то есть приписывание цифрового значения различным вариантам ответа. Я, если можно, сразу буду рисовать. Может, все равно не буду. Значит, шкалы у нас вообще бывают. Вот как мы приписываем эти значения? Различают два типа шкал, качественные и количественные. Я нарисую такие ступенечки, по которым будем подниматься по мере того, как уровень, видно всем зеленый, нормально, как уровень нашей шкалы будет подрастать. Что эти ступенечки будут значить? То есть мы, каждая последующая ступенька будет обладать свойством предыдущей ступеньки плюс какое-то свое личное. Вот на самой нижней ступеньке это так называемые номинальные шкалы. Номинальные шкалы. В данном случае у нас присутствует только одно свойство. Равен, равен, не равен. То есть, если у нас, ну, респонденты дали разные варианты ответов, следовательно, и циферки этим вариантам ответов у нас будут разные. Если циферки будут одинаковые, это будет говорить о том, что респонденты одной относятся к одной и той же группе. Самый простой пример. Пол, ну, наш пол, мы присваиваем циферку один для мужской группы, да, и циферку два для женской группы, то есть женский пол. Вот эти циферки, они несут единственное одно свойство. Если у двух респондентов код по этому вопросу единичка, значит, они мужчины. Если у одного единичка, а у второго двоечка, значит, один мужчина, а с тобой женщина. Только и всего. Я могла с таким же успехом вместо 1 и 2 написать, допустим, 99 мужчинам присвоить и минус 100 женщинам. А могла наоборот сказать, почему это у нас женщина в 100. Женщина у нас будет 10 тысяч, а мужчинам я присвою, допустим, от них 0 пока не трогаем. 10, да. То есть какую цифру мы присвоим абсолютно все равно. Свойства 1. Одинаковые цифры, значит, один и тот же объект. Разные цифры, значит, разный вариант ответа. Все. Больше ничего, эти цифры никакой нагрузки они больше не несут. Так. Вторая ступенечка. Она наследует... Так, это порядковая шкала. Порядковая шкала, она наследует свойства предыдущей ступенечки. То есть у нас присутствует свойство равенства, неравенства. И плюс по названию появляется порядок. То есть появляется новое свойство больше-меньше. Если у нас у респондента большее значение числовое, значит, и свойства у него больше по сравнению с тем, у кого меньшее значение. Ну, к примеру, образование. Так ничего, что я вот на социологических примерах... Если что-то вы говорите. Образование. Ну, к примеру, один начальное. Не будем брать самые низкие. Два среднее общие. Три среднее специальное. Четыре высшее. То есть чем выше уровень образования, тем более высокие значения числовые мы присваиваем. Но опять же, как таковых вот свойств цифр у нас еще нет. Мы с ними больше ничего не можем сделать. Мы можем просто, во-первых, сравнивать равные они между собой или равны, и больше, либо меньше. Исходя из этого, опять же, мы могли написать один, два, три, четыре, а могли сделать так. Десять, двадцать, тридцать один, сорок девять. Главное, чтобы сохранялся порядок. А могли где-нибудь, допустим, минус здесь и дать. Все равно. То есть какими цифрами мы это обозначаем, главное, чтобы меньшему свойству соответствовало меньшее значение. Так, это понятно, да? Ну и так как исходя из этого всего уже сказано, то есть цифр у нас пока еще нет. Поэтому вот эти две шкалы, они называются качественными. То есть хотя у нас присутствует шкафа, то есть мы ее оцифровали, у нас появилось какое-то цифровое значение. Но свойства цифр, чисел у нас еще нет. У нас еще качественные свойства. Третья ступенечка. Вот тут мы, вот третья и четвертая у нас уже появляется количество, то есть количественные шкафы. Наши цифровые значения уже начинают себя вести так, как мы привыкли со школы, как ведут себя цифры. Да, ну что их можно там складывать, делить. Так вот, третья ступенечка – это интервальная шкала. Интервальная шкала. В интервальной шкале появляется интервал. Она наследует все свойства предыдущих двух ступенек, то есть разные цифры. Разное значение. Меньшее значение показывает на меньшее количество свойства. И тут мы уже можем говорить про интервал. То есть мы можем разницу считать между различными значениями. Если можно, я сразу из-за четвертую шкалу, самую высокую, шкала отношений. Чтобы понять, как их различать между собой. Тут такой тонкий момент. Ну, по крайней мере, для студентов всегда под вопросом, как же их различить-то. Значит, четвертая ступенечка – это шкала отношений. Появляется отношение. То есть мы уже можем умножать и делить. То есть мы можем сказать, во сколько раз одно значение больше другого. Примером интервальной шкалы может служить, допустим, температура на улице. Вот сегодня у нас днем было плюс 4. Вчера у нас днем было плюс 6. Следовательно, сегодня на 2 градуса меньше, чем вчера. А можем ли мы сказать, во сколько раз сегодня холоднее, чем вчера? Нет? Нет. Хорошо, по-другому напишу. Средняя температура летом у нас плюс 20, а зимой минус 20. Ну, я так, да? Ну, понятно, что разница в 40. То есть интервал есть. А можно ли сказать, во сколько летом теплее, чем зимой? То есть нельзя стоять на 200 градусов? Нет. С чего осталось? Вот. Значит, а теперь шкалу отношения. Самый распространенный возраст. 20 лет, 40 лет. Ну, во-первых, мы можем сказать, что разница в 20 лет, а во-вторых, мы можем сказать, что 40 в 2 раза больше, чем 20. Потому что от 0 лет. Абсолютно верно. Все зависит от того, какой у нас 0. Если у нас 0 показывает абсолютный 0, то мы можем выстраивать отношения. То есть мы можем делить, умножать, то есть какие-то такие процедуры проделать. Если у нас 0 не является абсолютно 0, ну, 0 градусов, это не абсолютно 0. Хотя если мы перейдем на Кельвина, вот если мы будем температуру в Кельвинах изучать, то 200 градусов по Кельвину в 2 раза больше, чем 100 градусов по Кельвину. Потому что у Кельвина 0 это абсолютно 0. То есть ниже ничего нет. Вот. Нужно просто обращать внимание на вот этот 0. Только если вы. Так, это тоже понятно, да? Скажите, Аня, какая школа она уже тогда применяется? Вообще в исследованиях она применяется, вот в гуманитарках она встречается крайне редко. Но тот же, допустим, возраст вы можете спросить, не сколько вам, не количество лет, а спросить, в каком году вы родились. Вот тогда это будет, человек фиксирует там 10, 990 год. Да? Это уже будет интервальная шкала. Потому что 0 есть еще и до нашей веры. Поэтому, как бы сказать, отношения не присутствуют. Хотя действительно, в реальных исследованиях интервальная шкала встречается крайне редко. Если смотреть по наукам, то, допустим, у социологов качественная шкала составляет 90-95%. Это качественная шкала. Остальное приходится на количественное. Если маркетинг тоже сюда же относится, ну, может, в маркетинге там можно какие-то индексы придумывать. Хотя у социологов тоже можно индексы придумывать. Что касается психологов, у психологов тут немножечко хитрее. У них появляется такая вот шкала, как квазиколичественная. Как будто количественная. Психологи люди хитрые. Вот. Они придумали такой планетик, как тест. Чтобы вопросы стали тестом, нельзя задать, допустим, 10, 20, 100 вопросов и сказать, вот я придумал тест. На самом деле, для того, чтобы вопросы стали тестом, их нужно доказать, что это действительно тест. То есть, там три основных понятия существуют, которые доказываются математически. И в результате получаются шкалы, которые реально являются качественными, но работают с ними как с количественными. То есть, они очень близки к количественным шкалам. А, собственно говоря, так, если дальше вот идти. Допустим, у медиков у вас тут 50 на 50. То есть, у вас количественных шкал достаточно много. Ну, фирологов 100% качественные шкалы. Ну, и 100, конечно, можно придумать, наверное, какое-то количество. У экономистов реально больше все-таки количественных шкал различных домиков. Хотя тоже доля качественных шкал присутствует и достаточно так серьезно. А, собственно говоря, а зачем нам все это нужно? Ну, вот придумали такую вот интересную схему, вот она такая сложная. Дальше что? Для того, чтобы корректно использовать методы, вот самая большая ошибка, самая грубая ошибка. Когда идет навернута серьезнейшая математика на пустом месте, то есть, когда с качественными шкалами начинают работать, с количественными шкалами, то всю работу можно выкидывать сразу же. Для качественных и для количественных шкал существуют свои методы обработки. Причем, чем выше шкала, тем больше методов нам доступно. Допустим, вот меньше всего методов, которыми мы можем оперировать, это номинальные шкалы. У порядковой появляются уже какие-то новые методы. Но это не значит, что мы не можем использовать методы, присущие номинальной шкале. То есть, порядковая шкала может пользоваться методами номинальной шкалы и плюс свои. Ну и то же самое количественная шкала. То есть, спускаться вниз по ступенечке мы можем. Уменьшать разрядность. То есть, количественную шкалу обработать как номинальную мы можем. А вот номинальную обработать как количественную нельзя. свойства разные, цифровые вот эти значения разные. И именно поэтому, то есть, каждый исследователь пытается максимально повысить свою шкалу, как можно выше ее сделать. Для того, чтобы как можно большими методами можно было обработать. Но тут разумно нужно ее повышать, чтобы не пошли вот эти вот ошибки и обработки. Так, но это еще не все, что касается шкалов. Есть еще небольшие такие нюансики. Ну, прежде всего, в номинальной шкале есть шикарная шкала, она отдельно даже выделяется, которая называется дикотомия. Это номинальная шкала, которая предусматривает, вы назвали ее дикотомия, а у нее только два варианта ответа. Ваш пол, мужской, женский. Нравится ли вам учиться в этой группе? Или да нет. Был ли сегодня дождь? Да нет. Ну и так далее. То есть, когда у нас идет два варианта ответа. Для студентов, допустим. Вы на каком, какое получается образование, платное, бюджетное или платное, да, и так далее. Почему отдельно выделяется вот эта вот дикотомия? Если мы ее немножечко перекатируем следующим образом. Если мы наличие свойства обозначим через единичку, вот это обязательно, тут мы уже не можем какие-то другие значения давать. Вот именно наличие свойства, единичка, отсутствие, то есть есть изучаемое свойство. Ноликом дадим отсутствие изучаемого свойства. Наша вот с этой шкалой, с дикотомией, вот таким образом заходированной, мы можем работать как с количественной шкалой. То есть, количество методов резко увеличивается. И очень часто именно вот этим методом пользуются, если, ну, очень хочется воспользоваться каким-то сложным анализом, но никак нельзя. Когда мы делаем хитрость, мы переводим нашу шкалую дикотомию, даже вот этот вопрос не альтернативный, который у нас был по работе, да, причина, по которой вы уволились с работы. Можно по-другому спросить. Устраивает ли вас нагрузка на работе? Да, нет. Устраивает ли вас коллектив? Да, нет. То есть, мы как бы расчменяем на более мелкие и переводим дикотомию. И тогда вот эта хитрость срабатывает, то есть, вы можете не работать как с количественной шкалой. Один-два нельзя? Один-два нельзя. У нас получается повёртки шкалой, ну, даже пол, да, кажется, ну, пол. Это дикотомия, там два варианта ответа. Если вот в том варианте, который я записала, вот изначально, единичка мужской, двоечка женский, уже нельзя. Или, ну, вот если мы даём, тогда у нас вопрос чуть-чуть по-другому, как бы будет звучать. У респондента мы, естественно, там и спросим, ваш пол, мужской, женский. А уже в матрицу данных мы внесём наличие мужского ну, да, ну, да, мужчина, не мужчина, мужчина ноль, не мужчина, точнее сказать, мужчина и девица, не мужчина ноль. И когда это становится, вот именно в этом виде мы можем работать со шкалой, как с, некоторые методы, очень много методов, уже она может работать как количественная шкала. В курсе теории вероятности есть определённая теорема, которая рассматривает вот именно произошло событие и она, ну, в курсе теории вероятности эта теорема доказывается, исходя вот из этой теоремы, тут обязательность. То есть мы просто фиксируем, произошло событие, не произошло событие. Ну, может, в практике мы всё время как бы так, вот интересно, вот это обоснованность. А если я спрошу так, я, если я мужчина, значит, у меня индивидица, не мужчина-болька? Нельзя использовать. Вот правильно сказали, даже тот же средний арифметический вы уже посчитать не можете. Ну, смысл теряется. У вас получится средний арифметический, допустим, 1,4, и что это значит? А если вы посчитаете, сделаете 1,0 и получите 0,4 средний арифметический, это будет говорить о том, что на 40% мужчин, 60% женщин. То есть уже тогда средний, появляется смысл в этом среднем. А 1,4 никакого смысла не будет. Я понял, что эти вот штуки, это для того, чтобы можно воспользоваться было этими инструментами, которые там, ну... Более серьезными, да. Я имею в виду, ну, технические, которые там, ну, обработаны данные. Естественно. Да. А так мы всё для этого делаем. Ну, вы не сказали, а я не знал, что всё для этого. Мне казалось, это как-то понятно, иначе, понимаете, мне-то, конечно, с цифрами нравится возиться по своей, так сказать, потому что я такая, я просто люблю цифры. Но это же для чего-то нужно. Конечно, всё это делается для того, чтобы обрабатывать каким-то образом с этим работать, дальнейшие какие-то люди, которые будут на этом делать. Так. Поможешь на такой вопрос у нас возник? Ведет к вопросу, что Татьяна занимается доверием, да, в экономике, то всё-таки шкала машины и интеллектуально это, потому что как я понимаю... Нет, а там, если формулировка, допустим, там, много, там, площадь первого, то есть, в принципе, да, структура, ну, количество. Давайте посмотрим, вот вопрос, доверяете ли вы кому? Давайте, какой-нибудь вопрос задавать, какой-нибудь попроще. Доверяете ли вы православной церкви, да? Нет, не проще. Хорошо, доверяете ли вы мне, то, что я вам читаю? Руководственно работать. Ну, да, в данном случае будет вегетамия, да. Нет, значит, вот, допустим, и варианты даем ответа. Да, конечно. Ну, то есть, да, доверяю полностью. Второй вариант, скорее, да. Третий, скорее, нет. Четвёртый, нет. Что у нас тут происходит? Ну, естественно, сразу номинальная дата. То есть, любая шкала, к которой мы приписали какие-то цифры, она номинальная. Проверяем дальше. Подождите, вы социолог, вы это знаете хитрость. Сейчас мы это все расскажем. Допустим, смотрим дальше, порядковое. Можем ли мы сказать, то есть, мы, ну, во-первых, смотрим, что у нас идет отда к нету. Следовательно, мы все-таки измеряем не степень доверия, а степень недоверия. Потому что возрастает у нас недоверие. Можем ли мы сказать, что при переходе от одной к другому у нас степень недоверия возрастает? Ну, да. Минимальная идет на да, максимальная идет на нет. То есть, чем дальше, тем степень недоверия у нас выше. Значит, у нас присутствует порядок, да. Теперь проверяем дальше. Интервальный. Можем ли мы сказать, что разница между скорее да и скорее нет в один, ну, как-то процентов у нас пока еще нет. Мы еще пока ничего не считаем. Мы вообще-то не измерили. Почему? Мы измерили. Разницу мы не можем измерить. Разницу, естественно, разницы у нас не существует. То есть, мы не можем перейти на количественную вот эту шкалу. Следовательно, мы останавливаемся на простой порядковой. Все, это простая, так, что такое простая порядка, вы пока еще не знаете. На порядковой шкале. То есть, мы останавливаемся на ней. Это звучит новая шкаля, да? Мы пока вообще не смотрим респондентов. Мы смотрим сам процесс, как вопрос становится шкалой. То есть, как мы присваиваем вот это вот значение, каким образом. Пока у нас вообще респондентов нет. Вот когда мы прошкалируем, каждому варианту ответа присвоим свое значение, а потом посмотрим у респондентов уже в матрицу данных, занося не словесные какие-то варианты, а вот эти цифры, тогда мы с ними будем что-то считать. Тогда у нас появятся проценты, тогда у нас появятся какие-то дополнительные методы, с которыми нужно работать. То есть, пока мы еще с респондентами не работаем. Это просто... Но мы тогда перейдем в следующую группу, или не перейдем? Ну, если захотите, конечно, перейдем. Все посмотрим. Нет, нет. Потому что, если проценты рассчитаем, и одна категория станет больше другой, то является ли это количеством? Нет. Процент, сколько процентов в какой группе, это вообще никак не влияет на то, в какой шкале мы относимся. То есть, это мы... К какой шкале мы какой вопрос относим, да? Это, можно сказать, до момента опроса респондента. То есть, это чисто логические идут заключения. Кстати, сейчас вот с процентами, не знаю, может, я поняла, может, нет, что вы спрашивали. Давайте вот мы сейчас вот с этой шкалой закончим, а потом посмотрим еще одно. А, к примеру, у социологов такое бывает достаточно. Ну, кажется, да не только и у маркетологов, и у психологов. Если давать человеку вот такую жесткую шкалу, особенно если вопрос тяжелый, очень большое количество отказов. То есть, люди просто отказываются отвечать. И тогда у исследователей стоит вопрос, что делать? То есть, чем больше неответов получилось, то есть, чем больше человек не ответил на этот вопрос, естественно, мы теряем информацию. Что происходит вот в этом блоке неответившим? Это черный ящик. Мы не знаем, что там происходит. И тогда добавляется пятый пункт. Вот к этой порядковой шкале добавляется пятый пункт и затрудняюсь ответить. И что происходит? Значит, у нас была порядковая шкала. Как только мы дали затрудняюсь ответить, наша шкала тут же упала доминально. Почему? Если бы оставался подрядок, это бы значило о том, что те респонденты, которые затруднились ответить, они находятся ниже тех, кто ответил нет. Такого быть не может. Но, то есть, вот в том виде шкала, в котором есть, она уже не является порядковой, она уже является номинальной. Но, опять же, наши исследователи люди хитрые и применяют такой метод. Но очень хочется все-таки по методу порядковой. Там такие красивые критерии появляются, возможности появляются. И тогда мы берем и переносим. То есть, записываем вот так, опрашиваем мы в таком вот виде затруднение. У нас всегда идет в конце, в самом последнем месте, чтобы респонденту вот, если он действительно затруднился, пока он немедленно дойдет до конца, тогда он придет этот кружочек. А вдруг что-то найдет и раньше. А когда начинаем обрабатывать, мы вот это затруднение переносим вот сюда. И перекодируем наши шкалы следующим образом. Да, я, допустим, даю. 2, это уже как вот в матрице данных я могу представить. Скорее, да, даю код 1, скорее нет, код минус 1, нет, минус 2, а затруднение перевожу в 0. И тогда моя шкала опять становится талантом. И я уже с ней могу работать как с таланткой. И на самом деле, вот такой вот вариант применяется достаточно часто. Это именно вот в таком виде очень красивые получаются индексы. Опять же, если будет интересно, покажу, как эти индексы стоятся. То есть и тогда мы уже работаем не с процентами, а у нас уже вот это вот отношение, доверие мы можем каким-то одним числовым значением охарактеризовать. то есть у нас опять же появляется больше возможностей работы. А допустим, шкала, вот вы про проценты говорили, да? А ведь можно спросить и так, в тот же степень доверия, но нанесовать так называемый термометр. И обозначить 0%. Вот на сколько бы у вас процентов вы доверяете там, чему-то не было. Минимальный уровень 0%, максимальный уровень 100%. Ну и дальше там придет на 10%, 20% и так далее. То есть даем вот эту вот всю шкалу. Как вам кажется, вот это будет какая шкала? Ну, респондент там ответил, ага, я доверяю на 70%. Ну, хотя я не знаю, что это значит, так вот если подога, то уже. Вот. 70%. И вот тут. Нет. Но если мы дали 0, как четкие и правильные стабильности, то тогда она лучше. А мы должны обязательно проверить еще один момент. У нас, как вам кажется, тут интервалы, я доверяю на 70%, а Оля доверяет на 90%. Можно ли сказать, что она на 10% больше доверяет, чем я? А что такое, а как можно эти 10% измерить? Вообще, как их можно потрогать руками? И вообще, что это такое? Степень доверия больше на 10%. Что это значит? Что это значит? Могенки, если вы объяснили, что я доверяю, то есть, что я доверяю. Не правда. Я... Какого физического прибора не существует, это качественная шкала. Вот. Если ботаник посадил зернышки, выросли растения. Каждое растение – это отдельный объект. Он пришел на замере. Так, расстояние до первого соцветия, там, 15 сантиметров. А у второго расстояния 25 сантиметров. То есть, он использует сантиметр. Значит, это будет количественная шкала. Доверие. Чем? Если мы... Возраст, мы можем измерить часа. Завечицы измерили. Вот вам количественная шкала. Количество человек в семье. Мы можем взять счетные палочки и посчитать. Мама, папа, там, младший ребенок, старший ребенок. Количественная шкала. Деньги. То же самое. Можем просто взять и посчитать, да? То есть, это тоже количественная шкала. Доверие. Каким физическим прибором мы можем измерить доверие? Или от тегами. А, тегами доверие? Да, да, да. А, ну, если вы спрашиваете, сколько вы готовы заплатить за что-то, ну, тогда это количество нашей шкала, да. Да, естественно. Еще один момент, тоже очень интересный. Оценка, допустим, в зачетке у студентов. Ман-статистика, 8, социология, 9. Что это за шкала? Какие физические приборы вы можете измерить? Во-первых, возникает вопрос, а, собственно говоря, что мы измеряем? Вот это меня всегда очень интересовало. Что мы измеряем вот этой оценкой? Ну, когда студенты говорят, знание, ничего подобного. Ни одной оценкой знаний не измеряется. Это измеряется отношение преподавателя конкретно к типу, конкретный момент времени. Я скажу так, я завалю любого студента. И когда мне нужно его не завалить, я 10 раз подумаю, какой же простейший вопрос ему задать, чтобы он, не дай бог, не ответил. Вот. Поэтому, ну, я скажу честно, вот за 100 лет, сколько это, я 15 лет уже преподаю, да, у меня было только один раз, когда я с человеком разговаривала 40 минут, мне было просто жуть как интересно, чего же она не знает. То есть, ну, там, ну, это действительно уникум. У психологов вот девочка, она, во-первых, четко понимала все, что она говорила, не просто заучила, она это именно понимала. Мне было с ней просто интересно разговаривать. То есть, да, вот там была, тогда была активальная система, там ее пятерка была действительно заслужена. Все остальное, ни одна инструкция не заставит преподавателя, то есть, уже официально услаживается определенное мнение. И это сложно о своем отношении преподавателя. Что бы ни говорили. Как же тестирование? А, нет, ну, тестирование – это количество вопросов. Да. Хорошо. Ну, ничего, если мы отвлечемся. То есть, это наличные темы. У меня ребенок, 9 класс, третий год подряд ездит на математические олимпиады, вот сейчас он как раз вот в Гомеле, там вот решает. Занимает, то есть, стабильно входит в пятерку в своем возрасте. Математику он знает. Я говорю, что математику он знает. Я его специально посадила на тестирование. Он набрал 56 баллов. Вот и все. То есть… Из стабильного класса. Ну да, из стабильного класса. Ну, понятно, что все-таки это 9 класс, тестирование 11 класса. Но там буквально они не знают чуть-чуть. То есть, там они 2-3 темы, которые они не знают. Но на тестирование можно натаскать. Это, опять же, это как раз-таки вот те ребята, которые знают предмет. Если они специально еще, дополнительно, им немного надо. Им нужно 1-2-3 занятия натаскать на вот это вот, на эти вопросы. И они напишут хорошо тестирование. Но чаще всего, если они дополнительно вот это не берут, тестирование они пишут не очень хорошо. Потому что там другое, там другие вопросы. Девочка буквально вот на этой неделе разговаривала. Три года подряд ездила на вот эти же Олимпиады по обществоведению. Говорит, я была абсолютно уверена, что я обществоведение не знаю. А на тестирование написала на 60 баллов. Говорит, мои знания там не пригодилось. Нужно было просто тупо выучить 2 учебника и 5 издать. Все. Вот, ну, поэтому, что изучать? Хотя тестирование, балл по тестированию, если его рассматривать, как количество правильных ответов, это количественная шкала. Так. Насколько она отражает знания, это другой вопрос. Ну, отвлеклись. Возвращаемся к нашим баллам. Да. По поводу, часто бывает, да, что номинальные шкалы, потом вопрос к тому, как правильно потом об этом писать. Потому что очень часто можно встретить, что да, то есть там, не знаю, там, условно говоря, там маркетологи на 70% доверяют своему, там, не знаю, начальству, а там медики только на 90%. Это значит, что медики на 20% там больше доверяют начальству. То есть, насколько, вот как правильно написать о том, чтобы не было такой ошибки? Нет, проценты, у нас проценты на номинальных шкалах мы можем считать, естественно. Но для того, чтобы доказать, что маркетологи на 20%, а вы имеете в виду, на сколько процентов. Нет, это уже чуть-чуть другое. Это вы уже начинаете оперировать процентами. И в данном случае, на сколько сказать, вот на 20%, доказать будет очень сложно. Но доказать то, что маркетологи более доверяют, чем там другая группа, есть специальные методы, в данном случае это критерий малого времени. Да, вопрос к тому, что, например, если, например, пишущий человек не уверен в том, что у него есть препод, который он способен доказать. Либо нет, например, в вопроснике ряда вопросов, на которые он может опираться. Как ему правильно об этом написать, так, чтобы было грамотно? Как грамотно. Как вы проверки не проводили, просто это наградо. Да, у меня есть цифра там 70, а цифра 2. Нет, если вы сможете, значит, очень есть хороший момент для социологов и психологов. Вы просто пишете про респондентов. Если вы пишете, что у вас 70% респондентов-маркетологов ответили так-то, а 50% респондентов, допустим, медиков ответили так-то, все, вы можете говорить, что на 20% больше, потому что вы говорите конкретно про этих людей, конкретно про эту выборку. А если вы только вот это вот слово респондентов заменяете, убираете, и у вас получается 70% макетологов и 50% медиков, это уже некорректно, это уже неправильно. С ошибкой выборки тут чуть-чуть сложнее, тут все-таки нужно доказывать критериально, что действительно в одной группе больше, чем в другой. Ошибка выборки нам просто дает интервалы, хотя я тоже покажу, как можно с помощью интервалов доверительных сравнивать всевозможные вот эти вот проценты. Но если хотите, пожалуйста, респондентов добавляете, и к вам уже никто не придерется. На любой вопрос вы просто говорите, извините, я говорю про вот этих вот конкретных людей, разница у них 20%. Все. Но если уже все-таки замахиваетесь, опять же. Вот. Подождите, как мы говорим, а если это разница, может быть 20%, может, я попрашиваю левой задней ногой, и там никакой связи нет. Так, а вы не переносите на генеральную, вы говорите только про этих вот людей, которых вы опросили. Конечно, так естественно, значимость такой работы минимальна, именно по той простой причине. А кого вы опрашивали? А может, у вас вот, вы опросите других, у вас получится абсолютно другое. Но вы же не на ничему, когда вы пишете респондентов, ни на что выше и не замахиваетесь. Вы говорите про этих конкретных людей. Только и всего. Естественно, ни от какого переноса на генеральную совокупность не происходит. У вас можно дурить каких-нибудь, каких-нибудь несведущих там, я не знаю кого, и очень так, особо не отрекаясь. Вы знаете, лучше вот так дурить, чем если вы будете убирать вот это понятие респондентов и дурить всех остальных. Вот это более серьезно. А тут, ну, это проблема человека, который в этом не разбирается. Извините. Ну, как бы, вы никого не обманываете. Вы четко говорите респондентов. Все. Вам никаких претензий никто не может. Но я еще раз повторяю. Если у вас вся работа основана на респондентах, то качество, значимость этой работы минимальна. То есть, никакого, ничего нового вы не сказали. Вы кого-то опросили, какую-то информацию получили. Кому нужна эта информация? Большой-большой вопрос. Что вы с этой информацией будете делать, тоже непонятно. Ну, хотя бывают случаи, допустим, если вы психолог, и вас попросили оценить состояние коллектива. Тут тогда ничего не надо. Вы сразу даете сплошной опрос. И там даже разница в один процент. Вы уже будете говорить, что у мужчин, вот у мальчиках, допустим, в классе, на один процент что-то изменяется по сравнению с девочками. Все. Вам тут генеральной свободности нет. Как я уже вначале и говорила, тут, собственно говоря, при сплошном опросе, тогда и на статистике не нужна. Достаточно простой описательной статистики. То есть вы просто описываете, что у нас получалось. Только и все. Ответила? Возвращаясь к этой ступенечке все-таки. Так. Вот у нас такая вот шкала, термометр такой красивенький получился. И сейчас ситуация в следующем. Что наша порядковая шкала, на самом деле, не такая вот, она и простая. В порядковой шкале различают еще три типа, три различных, ну, типа, подтипа, скажем так. Бывает, дабы мне ее отписать. А я вот так вот. Простая порядковая, порядковая оценочная и порядковая ранговая. Начну я вот с этих вот двух. Опять же, как я обычно говорю, если у вас не оценочная и не ранговая, тогда точно порядковая. То есть главное различить вот эти две шкалы. Почему, собственно говоря, пошли вот на такое выделение? Почему выделяют отдельно еще оценочную ранговую шкалу? С простой порядковой шкалой все понятно. Если у вас в порядковой ответах, вот как мы перед этим писали, да, скорее, да, скорее, нет, нет, или там образование начальное, среднее, среднее, специальное, высшее. Если мы описываем это словами, это простая порядковая шкала. А вот оценочная и ранговая очень часто путают с количественными, как раз таки по той причине, что там появляются цифры. И очень хочется, чтобы вот эти цифры становились количественными, а они такого свойства не не несут. Так вот, простая оценочная шкала, когда мы просим оценить в баллах, ну, какое-то качество. Оцените, пожалуйста, по 10-бальной шкале уровень, насколько вы любите рисковать. И человек пишет, вот, я на 8-ку люблю рисковать. А другой пишет, вот, я на 6-ку люблю рисковать. Почему эта шкала является все-таки порядковой, а не количественной? Возьмем двух человек. Один написал, что он любит рисковать на 8, а второй написал, что он любит рисковать на 7. 8-7. Разница в 1 балл. Когда нужно написать? То есть, 8-7. Разница вроде бы в 1 балл. А потом возьмем еще одного, который написал 6. Если бы у нас был интервал, то есть расстояние, мы бы точно сказали, что разница между первым и вторым такая же, как между вторым и третьим. Но на самом деле, ну, представьте, как можно это оценить, насколько вот они различаются друг от друга. То есть интервала тут еще не возникает. Нет интервала. Хотя мы, да, и пишут цифры, но это, они, нет еще свойства количества. Вот точно так же, как вот тут. Вроде бы даже в процентах нам пишут, в процентах там сколько, на сколько доверия. Но интервала еще нет. То есть мы не можем утверждать, что между 7-10 и 6-10 процентами разница точно такая же, как между 10 и 20. Нет того прибора физического, который бы мы могли вот это оценить. А если мы там, допустим, вывели определенное закономерное, допустим, что предельное там, по парабели, допустим, изменяется там, конкретное, вот, когда мы уже, ну, допустим, мы взяли предыдущий киломатричный предмет. Тогда мы приблизительно, можно сказать, что, допустим, радиус между долом и десятил, там, да, в количестве, допустим, два раза имеет значение больше, чем на правильном земле. То есть к этой шкале добавить еще какую-то дополнительную информацию и попытаться оценить в числовых значениях вот эти шкалы. У вас появляется другая шкала, уж количественная. Если вы реально можете под вот такую простую шкалу подставить какую-то более сложную, да, ну, вот психологи, они используют вот тесты, да, почему там квазиколичественная шкала? Потому что там доказано, что если вот низкий уровень, то, скорее всего, у него будут вот такие валы, высокие, у него будут вот такие валы. То есть там просто положляется другая шкала. То есть изначально, если шкала выглядит вот таким образом, тут интервалов нет. То есть мы не можем оперировать интервалами. Может, дальше будет чуть-чуть попонятно, если мы вот начнем разбираться более подробно. Так, это соценивши. То есть человек, который, только не путайте, опять же, самая распространенная ошибка. вопрос идет, оцени там чего-нибудь. И студент бежит, говорит, вот у меня оценочная, тут же написано, оцени. Я говорю, ты не на вопрос смотри, ты на варианты ответов смотри. То есть если оцени, а потом идет там высоко, средне, низко словами, значит, это простая порядковая шкала. То есть в оценочной шкале обязательно респондент пишет какую-то цифру. Порядковая, ранговая шкала. Когда мы просим респондента расставить какие-то предметы, объекты, признаки, по значимости, и говорим, вот ты припиши, единичка, самый значимый, самый важный для тебя, там, объекты, предметы и так далее. Ну, а потом по степени того, как вот эта значимость падает, там, два, второе, третье, то есть поприпиши места, на которые вот это все должно стоять. Вот такие шкалы, когда мы место приписываем, то есть мы опять же пишем цифру, называются порядковая ранговая. Опять же, если какая-то вопрос, а почему она не количественная? Пример. Ну, если можно в России, все-таки, вот тут хороший пример у политологов, вот такой наглядный, поэтому воспользуемся их методикой. Вот, в России недавно прошли выбор, да, и, допустим, предвыборная ситуация, и приходим к респонденту и просим, ты расставь, пожалуйста, по степени предпочтения, вот для тебя лично, кандидатов, которые, президенты, которые вот выступают, ну, идут на выборы. И один президент думает и говорит, так, Путин, ну, допустим, Жириновский, Зюганов, Прохоров, и, кто-то как, Миронов. То есть это у нас будет первое место, второе место, третье, четвертое и пятое. То есть респондент думает и пишет то же самое. Первое, второе, третье, четвертое, пятое. Начинаем, мы сейчас более подробно. А теперь просим от первого респондента, ты, пожалуйста, расставь вот эти вот степени предпочтения и запрати на шкале. Ну, чем больше, тем больше ты предпочитаешь. И респондент начинает думать. Ну, вот я запрошу. Вот однозначно, вот он тут у меня. Что там делается со всеми остальными, да какая у меня разница? Раз. То же самое просим сделать у второго. и человек говорит, ну, я ненавижу Миронова, мне нравится он, я вот не знаю, вот антипатия. Что-то вверху будет, мне, собственно, говорят, а все они какие-то одинаковые. Что у нас получается? Варианты ответов, вот если мы длину в другом ранге, они и те же. И в принципе, мы можем сделать вывод, что, собственно говоря, значит, это люди одинаково мыслящие, то есть действительно они как-то одинаково расставляют, и предпочтения одинаковые, да? А реально получается, ситуация какая? Первый тогда будет голосовать за Путина, второй придя на избирательный участок. А все зависит от того, собственно говоря, что ему скажут за 15-20 минут, пока он идет в корне. То есть, собственно говоря, решать, кто он будет возле урны, кого он там крестиком ответит и что он там будет делать. К чему этот пример? Интервалов у нас еще нет. Мы всего лишь навсего фиксируем, что кто-то выше, кто-то ниже. Только и всего. Именно поэтому вот эта шкала, то есть количество интервалов тут не появляется. Это качественная шкала в таком чисто виде. Хотя, опять же, расставляем места. То есть кажется, но месту количества, нет, количество тут не присутствует. Это все еще качественная, порядковая, ну, единственное, что разная шкала. А люди? Рейтинги. Рейтинги, там же, там чуть-чуть по-другому. И, когда мы начинаем накручивать на качественные шкалы какую-то математику, вот тут уже, если балл в зачетке, качественная шкала, как только мы просим средний балл, он сразу становится количественной шкалы. То есть мы применяем какие-то математические методы, и у нас шкала сразу изменяется. Точно так же и рейтинг. Если мы просим расставить качественную шкала, как только мы подсчитали, сколько за, сколько против, то есть у нас сразу появляется количество. То есть вы не уносите сведения и значения, да? Получается, у человека сложно посчитать сведения, значения, чего вы будете считать. Мы уже по матрице, когда мы все, сколько человек за Путина может посчитать, да? Сколько за Жириновского? То есть вот это рейтинг появляется. Но тут уже естественно, когда мы посчитали проценты, это уже анализ идет. Я просто встречала такую шкалу, когда сначала они расставляли предпочтения, вот как вы говорите, да? Это для меня максимум, это минимум, а потом по пятибарльной шкале они оценивали степень своего предпочтения. И высчитывалось, умножалось среднее от 1 до 5, вот это самое получшее, самое хуже. И потом расставляли сетевалы уже посчитанные в итоге. И это назвалось рейтингом или как-то что-то такое. Отношения? Есть такое понятие индекс. Вот когда, ну, если хотите, опять же, могу показать, рассказать, как эти индексы строятся. У меня просто была всегда путаница, в чем же разница между рангом и рейтингом, если честно. То есть, как бы, но тоже... Рейтинг, вот если я правильно поняла, это придуманный индекс. И относиться к нему нужно только как к индексу. То есть, какие-то математические процедуры, которые вы проделали, над какими-то шкалами. Шкалы эти, конечно, качественные. И относиться к ним, как вот к данности, нужно очень осторожно. То есть, естественно, любой индекс, построенный на качественной шкале, нельзя сказать, что он будет стопроцентно количественной. Да, с ним работают дальше, как с количественной шкалой, но всегда нужно помнить, что шкала, собственно говоря, качественная. И вот разности там особо нет, отношения там особо нет. То есть, мы не можем вот это вот сказать в рейтинге. Ну, что значит разница в один балл в рейтинге? Ну, непонятно, что это значит. Нельзя это потрогать руками, нельзя это померить. Качественная шкала. Сейчас затронули индексы, или это позже? Ну, индексы можно, но индексы обычно строятся на... Понимаете, есть индексы, которые можно строить непосредственно на респондентах, то есть, используя только одного респондента. А есть очень много индексов, которые строятся уже целиком на матрице. Там уже нужно знать, что такое частотная мазь. можно воспользоваться и тем, и другим индексом. Тут вот эта методика, она близка нас, собственно говоря, с психологией пришла. Вот психологи, что они делают? Задали 100 вопросов, а потом каким-то образом их передасовали, умножили, разделили, поделили, перекодировали. Оп-она, получается красивая шкала. То же самое и тут. То есть, спросили, задали какой-то простой вопрос, потом что-то с этим сделали, и получаем что-то интересное. Но самое поразительное, вот что меня всегда удивляет, тут сколько лет работаю, но каждый раз знаю, что шкала качественная, знаю, что количественные методы не должны работать, ну дай-ка попробую. А получается, работают, и реально, то есть, и когда, удовлетворение получаешь, когда гипотеза подтверждается не просто логически, а потом подтверждается математически. кстати, вот еще один момент, может, с этого иначе надо было начинать. Не знаю, на футболе обычно это говорят, в зависимости от того, кто вам читал теорию вероятности. Обычно говорят так, что существует три типа лжи. Наглая ложь, ложь во спасении и математическая статистика. Собственно говоря, откуда это пошло? сама по себе теория вероятности наука не такая, ну, то есть, она где-то начинается с 16 века, то есть, она не такая старенькая, как математика или физика, то есть, ей не так много лет. А масс-статистики еще много. И начинали, собственно говоря, всю эту масс-статистику с азартных игр. Тот, кто про учил теорию вероятности, вот задачи, которые сначала начинают решать, карты, домино, кости, рулетка, ну, все азартные игры. И это действительно так, начался, собственно говоря, все по сказке. А начался с чего, что ему заказали, у него попросили какой-то там знатный, богатый, то ли барон, то ли еще кто-то, играл на рулетке. И ему нужно было знать, на что нужно поставить. Ну, и вот он пришел по сказке, ну, ты такой умный, скажи мне, что мне делать. Вот с этого, собственно говоря, пошла, с этого пошла наука. Конечно, он тогда, не знаю, я сказал, не сказал, не читал, но задумался, да. И, по крайней мере, вот с того момента начинает вот эта наука развиваться. вот такое развитие, научная статистика именно получает, это 18 век. И там начинают ей пользоваться налево и направо, кому не лень, и пользоваться неправильно. И вот с того момента пошла дискредитация науки. То есть, она уже стала, как, как к ней относились. Ты скажи, что тебе надо, а я тебе докажу. И вот, собственно говоря, вот сейчас, если смотреть, вот западные, Европа, Америка, статьи по гуманитарной науке, там очень много математики. Там практически в каждом, в каждой статье идет математика. Уровень математический, да, вот статистический, собственно говоря, там очень высокий. Ну, о чем говорит, допустим, в той же Америке, хотя там образование мне очень не нравится, но у них матстатистика входит в курс школы. То есть, матстатистики им начинают то ли с 4-го, то ли с 5-го класса. То есть, вот на этом уровне. Поэтому понятие рейтинга у них, ну, с детства впитывается. То есть, они понимают, вот они, видят разницу между респондентом и генеральной совокупностью. Им это дается. Нам это, к сожалению, не дается. И наши статьи очень видны на математику. И когда встречаешь, как неправильное использование математики, вот, 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 нельзя этого делать, а это делается, ну, собственно говоря, вот этим дискредитируется наука. Ну, нужно знать, когда что применять и когда что делать. А студентам в своем я еще такую фразу говорю. гуманитария нельзя сделать математикой. Потому что, или нет, не потому что там они глупые, или какие-то другие, ни в коем случае нет. Есть гуманитария, но много умеет, чем математики. Поэтому тут одно другого не решает. мы разные, это да. Но у гуманитария нет базового образования. То есть, гуманитария мне дается математика. Поэтому, самое главное, чтобы гуманитарий знал, вот это я знаю, это я делаю сам. А вот это я не знаю. Я беру свои результаты и бегу математику. И вот тут очень важно мне, как гуманитарию, объяснить математику, что же я хочу, а еще более важно понять, после того, как математика все это пополдует, понять, что же он дал. И написать, собственно говоря, то, что в результате вы получили. Вот это самое главное. То есть, различать. Вот это я знаю, это я делаю сам. А этого я, извините, не знаю, тут я обращусь к специалисту. Абсолютно. Пожалуйста. Фигрыф. Мне просто показалось, что на такой ноте можно и такой.